Сегодня в Сосногорском районе Республики Коми состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу движения транспорта на участках автомобильной дороги по направлению Сыктывкар-Ухта-Печораусинск-Нарьинмар. Участие в церемонии принимает губернатор Ненецкого округа Игорь Федоров. Общая протяженность участков, запланированных к воду в эксплуатацию в 2013 году, составляет 61,3 километра, включая подъезд к поселку Виз. В составе дороги предусмотрены два моста через реку Кабан-Тевиз и реку Аюва и путепровод через железную дорогу Москва-Воркута. Строительство дороги обеспечило круглогодичную автодорожную связь Ижимского и Уст-Цилемского районов с опорной сетью автодорог Республики Коми и России. С открытием рабочего движения на участках поселок Керки, река Кабан-Тевиз, поселок Малая Пера решится проблема так называемого серпантина – зимника от поселка Нижний Одис до поселка Малая Пера, который до сих пор использовался для поездок автомобилистами. Строительство автомобильной дороги по направлению Сыктывкар-Нарьинмар является приоритетной задачей правительства Республики Коми. Реализация этого автодорожного проекта даст возможность замкнуть автодорожную транспортную схему Центра России с севером, а также даст выход на Ненецкий автономный округ. Дорога готова, значит, по противопитонному участку 37 километров от поселка Керки до реки Кабан-Тевиз и от реки Кабан-Тевиз до поселка Малая Пера в Семеночном участке 23 километра. У нас есть две площадки отдыха, которые предназначены для водителей. На этих площадках отдыха и будет происходить церемония. Будут приветственные речи о главе Республики Коми, губернатора Ненецкого автономного округа. Будут вручены дипломы строительства за окончание выполнения работы. Фактически работы все выполнены, остались маленькие недочеты, которые в период эксплуатации будут, так сказать, устраняться еще. Мы открываем движение, не будем сдерживать людей, тех, которые двигаются по направлению на север, чтобы люди спокойно могли перемещаться.